Всем фуд-привет! Меня зовут Макс Брандт, и я не устаю повторять, что фуд-блогинг должен быть полезным. Поэтому сегодня я готов вам презентовать свою новую рубрику в старом формате или старую рубрику в новом формате. Короче, к концу года я хочу составить рейтинг доставок. Я знаю, что этим занимается покошеварим, но на этом поприще я с ним не во всем согласен. Во-первых, я буду составлять рейтинги по тематикам, то есть отдельно доставки суши, отдельно доставки пиццы, отдельно пироги, отдельно шавермы, отдельно супы и так далее. Ну, во-вторых, у меня своя система оценок. И да, если вам нравится эта идея, то ставьте лайк прямо сейчас. Наберем 15 тысяч, и я продолжу снимать эту рубрику. Я не просто так клянчу пальцы вверх, я реально считаю, что это очень важный и объективный показатель. Начнем с пиццы. У нас сегодня три участника. Папа Джонс, Доминос и Додо. При оценке будет учитываться следующее. Время доставки. Успели привести в указанное ими же время? Один балл, нет, ноль. Бесплатная доставка. Один балл, платная, ноль. Общий сервис. Если все на уровне удобства сайта, оплата, подтверждение заказа, салфетки, нормальный курьер и так далее, один балл. Если сервис как таковой отсутствует, ноль. Если температура пиццы выше 40 градусов, один балл. Ниже, ноль. Внешний вид и консистенция от нуля до трех баллов. Учитывается аромат, количество ингредиентов, как выглядит пицца и так далее. За вкус можно также получить от нуля до трех баллов, где три это вау, супер, буду заказывать всегда, ноль, ни за что больше не закажу. И самый объективный критерий – цена за грамм. Как это все считаем, разберем на примере первой доставки, и это Папа Джонс. Первый критерий – это время доставки. Причем меня не интересует, кто быстрее, кто медленнее в этот раз. Меня интересует, выполняют ли они свои обязательства. То есть, если я играю, что они 30 минут, значит, они до 30 минут должны приехать. Если они обещают там за два часа, окей, я готов ждать, но то, что вы обещаете, вы должны выполнять. И вот у нас уже первый провинившийся как раз-таки Папа Джонс. Они обещали, что 70-80 минут с момента заказа будет, приехали через 84 минуты. Опоздание, опоздание, при том, что они сначала не обещали, что там они будут через 30, и так много было времени, они не успели, поэтому балла здесь им не достается. А если бы они успели, был бы один балл. Ну, ничего страшного, давайте посмотрим на сами пиццы. Измеряем температуру Маргариты от Папа Джонс 49, ну, тут даже без вопросов, естественно, тоже за температуру Маргарита получает 1 балл. Так как во всех пиццах минимальный диаметр разный, то мы будем вымерять цену за грамм, чтобы прийти к какому-то общему знаменателю. Итак, пицца Маргарита 402 грамма при цене 359 рублей. 89 копеек за грамм пиццы, это довольно неплохо, я считаю. Дальше критерий у нас идет вид и консистенция. Пицца Маргариты это самая стандартная пицца во всех пиццериях, и здесь она выглядит довольно хорошо. Единственное, что вот с одной стороны вздулось, но я думаю, что это не минус. Помидорки, орегано, довольно много сыра и не такие толстые борта, потому что все мы заказываем на традиционном тесте и бывает, конечно, вообще из ряда вон. Сыр не тянется, поэтому на вид и консистенцию, хоть здесь и довольно толстый слой сыра, я бы поставил 2 балла. Максимальная 3, минимальная 0, то есть тут, в принципе, она выглядит на 2 балла, то есть хороший такой выше среднего. Ну и, конечно, одно из самых главных качеств должно быть это вкус, потому что если приедет все хорошо, быстро, вовремя, горячо, но невкусно, то грош цена такой пиццы. Знаете, пресновато и точно чего-то не хватает. Некоторые скажут, ну вот тебе положили чесночный соус, но он, скорее всего, нужен и чаще его используют для того, чтобы доедать борты. Также есть для пикантности в папе Джонсе такая вот халапешка, но, по сути, сама пицца, она невзрачная. Я понимаю, что это маргарита, я понимаю, что здесь не может быть каких-то изысков и вкусовых суперощущений, но она, по крайней мере, должна быть вкусная, то есть та, которую хочется еще раз заказывать за не такую большую цену. Ее можно есть, если она у вас есть, но еще бы раз я ее в папе Джонс не заказал, поэтому здесь я ставлю 1 балл. Максимальная 3, можно 2, можно 1, можно 0. Это не 0, то есть это очень-очень нормальная средняя пицца, но не заказал бы я ее еще раз. Пицца Папа Джонс 4 сыра, больше 40 градусов, поэтому получает 1 балл. Вторая пицца из Папа Джонс 4 сыра, 366 грамм. 4 сыра стоит рубль 28 за 1 грамм, что, соответственно, естественно, дороже, чем маргарита. Давайте органолептические свойства ее посмотрим. Выглядит она, конечно, неаккуратно, то есть тут с двух сторон непонятно, то ли тесто, то ли сыр, то ли что-то. Ну, не так уж аппетитно выглядит, естественно, не тянется тут ничего, то есть такая картонно-резиновая субстанция, назовем ее так. Это, скорее всего, точно можно есть, но на вид я бы ей поставил 1 балл, потому что не 0, потому что все-таки есть тут разный сыр, и его довольно-таки много, то есть начинка здесь в изобилии, не такое толстое тесто, как, опять же, могло быть. В целом неплохо, но не настолько, чтобы пробовать ее и есть, когда ты не очень хочешь есть. Когда ты голоден, ты все сметелишь, это естественно. Но вот когда, знаете, вот вы уже поели, и если пицца ароматная, классно выглядит, аппетитная, то вам хочется еще кусочек здесь, но от того, что ты ее не съешь в довольно сытом состоянии, ничего от тебя не будет. Поэтому 1 балл за вид и консистенцию. И, конечно, вкус. По вкусу очень неплохо. Чувствуется обилие начинки, солноватость пармезана, такая пикантность Дорблю. Ну, в плане вкуса, это тоже не прям суперидеал, но это не ниже двойки. Она вкусная, она выше среднего, это 100%. Так, пепперони 48, 47, тоже прилично больше, чем 40 градусов, тоже пицца пепперони от Папа Джонс получает 1 балл. Пепперони из Папа Джонс весит 386 грамм, что, в принципе, неплохо за 23 сантиметра в диаметре. Рубль 16 за грамм тоже очень неплохо. И на вид она выглядит очень аппетитно, потому что такой вот янтарно-желтый цвет, большое количество колбасок, сочных, пикантных, но о вкусе чуть попозже. Сырочек под застыл, он не тянется, и в целом его, кстати, здесь намного меньше, чем даже в маргарите по толщине. То есть здесь он есть, но не толще, чем тесто, а в маргарите там прям был толстый слой сыра. Я могу поставить этой пиццы на вид и по консистенции все-таки двойку, опять же, если бы супер тянулся сыр, если бы это было с пылу жару, но они все-таки везли это больше 80 минут, конечно, куда там до пыла жара, но двоечку из трех я поставить за вид и консистенцию могу. Соответственно, вкус. Вот тут прям реальный кайф. Пепперони, она перченая, пикантная, во вкусе чувствуется сливочность сыра и такая, знаете, мягкое тесто, которое обволакивает и не дает пикантности. Колбаски очень-очень сильно разродить ваши рецепторы. То есть здесь вот такая комбинация, симбиоз и приятное такое общее ощущение от пиццы. Она вкусная, она сытная, ее бы я точно еще раз заказал, поэтому по вкусу здесь, ну, тройка прям чистая. Три из трех. Сейчас вы увидите сводную таблицу доставки Папа Джонс. Оценки за температуру, вид и вкус каждой пиццы мы делим на цену за грамм и получаем под итог, то есть в среднем, как мы оцениваем пиццу в этой доставке. Дальше мы складываем три значения и выявляем среднюю оценку за пиццу. И к этой цифре плюсуем оценки за саму доставку. В итоге получается 5,26 баллов. Пока не знаю, плохо это или хорошо, потому что была всего одна доставка. Давайте закажем Доминос. Доминос обещали доставить пиццу менее чем за 30 минут и доставили за 18. Это абсолютно рекорд на моем канале. Я не вспомню ролика и доставку, которая привезла бы хотя бы в это же время или раньше. В общем, они большие молодцы и получают балл за время. Доставка бесплатная, поэтому еще один балл за то, что она бесплатная. Сервис немного подкачал. Все вроде бы ничего, но оплата возможно только курьеру, либо наличными, либо по карте. То есть на сайте прям с карты оплатить нельзя. И это неудобство, за которое я не могу поставить балл. Приехало все горячее. Я даже через коробки чувствую, что чуть ли не обжигает. И я даже не знаю, сколько там может быть градусов. Маргарита больше 70, тут 73. В принципе, по всему диаметру 72, 71, 70. То есть больше 70 в любой части пиццы. Масса маргариты 328 грамм. Нужно посчитать цену за грамм. Ну что ж, переходим к баллам за вид. И маргарита выглядит очень опрятной, хорошей, румяной, аппетитной. И тут, при том, что это как бы традиционное тесто, то есть толстое, не тонкое, оно очень аккуратное и без каких-то, без мест, где оно пережарилось, перепеклось. Сырочек такой плавненький, он похож на десерт-крем-брюле, который мне очень нравится. И, ну, правда, выглядит она просто бомбически. О, как говорится, май. Ну, за вид, за консистенцию, за аромат только максимальный балл. И эта пицца получает 3 балла. Вроде вот тесто, сырочек и все. Но это такие эмоции вызывает приятные. Чего мы хотим? Она приехала за 18 минут с полужаром. Ничего лишнего. Горячо, сытно, мягко. По вкусу тоже никаких нет нареканий. То есть тут не может быть сверх вкусным учетом, потому что тут нет в основном ингредиентов, кроме сыра там и теста. Но это высший балл за эту пиццу. Четыре сыра немного похолоднее, но 59-60 это в полтора раза больше нормы, и меня это полностью, полностью устраивает. Доминос молодцы и в плане температуры. 364 грамма. Почти столько же, сколько и маргариты. Здесь выглядит тоже неплохо, но тонкое тесто, оно как-то быстрее приходит не то, что в негодность, но оно быстрее становится такой, знаете, фокачей, такой лепешечкой. И сырок не тянется уже и по виду не так аппетитно, как прошлое. Опять же, плохого сказать ничего не могу, потому что придираться здесь нет смысла. Единственное, что как-то маловато вкуса, потому что обычно 4 сыра это насыщенный, такой очень солоновато-пряный вкус имеет. Здесь даже как будто не до солено. Обычно мы хотим запивать подобную пиццу, но здесь как-то пресновато, что ли. Сейчас я пробую кусочек, где есть блю-чиз, потому что без него не впечатлило совершенно. Здесь ничего не раздражает, но и зацепиться тоже не за что. Мне кажется, что как-то маловато начинки. Я понимаю, что это тонкое тесто, здесь не может быть в 3-4 раза толще начинка, чем само тесто, но более чем за 300 рублей и в большом диаметре я бы хотел иметь больше вкуса, больше того, ради чего я ее и заказывал, то есть больше сыра. За вид и консистенцию я бы поставил двойку из трех, потому что это точно не вышка, но это и неплохо, здесь в принципе все на месте и выглядит это хорошо. На вкус единицу из трех, потому что за более чем 300 рублей и в таком диаметре хотелось бы получить больше начинки и больше вкуса. То ли мне так не повезло, то ли в доминос, правда, 4 сыра не очень, но очень на самом деле странненько. Один за вкус, два за вид. Ой, красавица, малышка, пепперони. Больше 70 градусов, это отличная температура и более чем правильная. 337 грамм. Мы ее пробуем последней, и она чуть-чуть подостыла, и поэтому сыр не так тянется, как мог бы, если бы мы ее сразу попробовали первой. Но на вид и на запах это точно вышка, точно 3 балла из трех, потому что много пепперони, толстый слой сыра, аккуратное тесто, все румяно. Это, к сожалению, камера до сих пор не передает запах, но поверьте мне, что это пепперони похоже на идеал. И за вид и консистенцию я ставлю твердую тройку, ну, из трех это максимум. Пикантность, пряность, солоноватость, есть нотки и сыра, и пепперони, и тесто чувствуется. То есть, вот каждый ингредиент на своем месте в правильной пропорции, в отличной рецептуре. Маргариту и пепперони я прям советую в домино заказывать, это точно. Вот итог по доставке доминос пицца. Маргарита получает высший балл, 4 сыра средненькое, пепперони тоже высший балл. Среднее значение за все пиццы 4,98. Плюсуем это к качеству доставки, то есть за время и за доставку по одному баллу, получается 6,96. Доминос обыгрывает Папу Джонс более чем на полтора балла, и мне кажется, что это существенно. Ну, а давайте перейдем к Додо. По моей улыбке может показаться, что у меня хорошее настроение, но эта улыбка, скорее всего, нервная, потому что мне сегодня не повезло с Додо, а Додо не повезет сейчас со мной, потому что они обфейлились, причем парочку раз, и это мы еще внутренности не проверяли. Во-первых, доставка. Они опоздали даже от своего времени, то есть у них на сайте написано 34 минуты в среднем по Москве доставка, дальше пишут, что обещаем доставить за час или раньше, и тоже не успели, то есть доставили за 80 минут, за час 20. Написано, что если мы не успеваем в час уложиться, то вы получите сертификат на бесплатную пиццу, то есть я получу сертификат на бесплатную пиццу. Я понимаю, что курьер опаздывает, говорю ему, дайте тогда, пожалуйста, сертификат, потому что вы опоздали. Он говорит, мы с собой не носим, а нам обычно дают менеджеры, а сейчас не дали. И я такой, ладно, окей. В общем, не солоно хлебавше, и опоздали, не дали обещанный купон на бесплатную пиццу, и я так чувствую, что она уже горячий, приехать не может. В любом случае мы проверим, потому что мы все делаем по-честному. У Маргарита вбежала в последний вагон, то есть тут 40 градусов, 43, 42. Еще бы на самом деле в минутке 3-4 она бы остыла, но меня 42-43 устраивает. Масса Маргариты, я чувствую, что довольно большая, 435 грамм, это приличная такая Маргаритка. При всех имеющихся минусах сегодняшней доставки до до, выглядит Маргарита довольно неплохо. Здесь помимо обычных ингредиентов теста и сыра, есть еще и довольно много кусочков томата, и посыпано все это орегано для аромата, для цвета. Поэтому ниже двойки поставить не могу. Если бы еще тянулся сыр, и она была бы теплой, то была бы тройка. Так, двушечка, потому что, ну, выглядит, правда, неплохо. И по ингредиенту тоже все очень богато. В серединке еще между сырком и вот нижней частью теста как раз-таки 40-41 градус еще теплится, поэтому тоже, тоже не могу сказать, что это совсем плохо, что это невкусно. Это достойно, это добротно для Маргариты вообще, выше среднего. Если бы она приехала тепленькой, горячей, пышущей, просто этим жаром, была бы чистая тройка. Так, по вкусу даже в прохладном, не в холодном виде, прохладном, все равно двоечка есть. И очень сочненькие помидорки. Пицца, 4 сыра, 37, 37, по всему диаметру, по всему периметру, 36, 37. Меня это не устраивает, потому что хорошая, приемлемая температура, 40 плюс. Ну, ладно. 376 грамм весит у нас 4 сыра. На вид выглядит очень добротно, очень хорошо, аккуратно и аппетитно. Естественно, сыр не тянется, что логично, но в целом кусочки аккуратненькие, хорошо порезанные. Мы видим все 4 сыра на куске, что говорит нам о том, что сделана она по рецептуре, верно? По вкусу тоже на высоком уровне. То есть, сама рецептура, само приготовление и наличие сыров. Тут и горгонзола чувствуется, и менталь, и пармезанчик. В общем, все на месте. Опять же, по виду, по вкусу, ну, тройку не могу поставить. Потому что, сорян, но качество самой пиццы, и у меня хорошее воображение. Поэтому я понимаю, что если бы это было все с пылу с жару, то высший балл. А так, так двоечка. Потому что не хочется уж совсем придираться, что вот, там, не дали купон, поэтому 0 баллов. Не-не, пицца хорошая, съедобная, в крайнем случае, можно, там, секунд 15-20 в микроволновке. Разогреть, и она будет супер-мега, опять же, крутой. Но тоже сами себе, так сказать, поднагадили и не получают высший балл. Но 2,2, завитый за вкус. Тоже неплохо в данном случае. Пепперони 38, 39, 40, 39, 40, 39. Все-таки большая часть пиццы меньше 40, поэтому пепперони, к сожалению, тоже балл за температуру получить не может. Сорян. Но это, на самом деле, они должны извиняться, потому что, ну, хотя бы сертификат обещанный. Ладно, во время не успели, бывает. С кем не бывает, ну, опоздали. Сертификат хочу. Масса 412 грамм. Любимая моя пепперонька на вид не такая хорошая, как могла бы быть. Потому что, на мой субъективный взгляд, здесь маловато самих вот этих вот колбасок. Вот здесь пустота, на этом кусочке недостаточно. Вот тут бы я положил буквально еще 3, 4, 5 максимум кружочков, и было бы очень и очень достойно. Тесто в целом выпекли аккуратненько. Вроде никаких нет претензий, но даже если сравнивать с этой же доставкой, но с другими пиццами, пепперони здесь проигрывает по виду и по ощущению тем пиццам. Поэтому единичку из трех, как бы мне не было прискорбно, но эта пицца за вид и за консистенцию получает, потому что минус балл за то, что она холодная, не тянущаяся, и минус балл, конечно, за не такое обилие самих пеппероней. А по вкусу особых претензий нет. Пепперони небольшое количество, как я уже сказал, но зато они чуть-чуть прянее, чуть-чуть насыщеннее, чем могло быть, поэтому сытненько, вкусненько, ровный такой вкус, без каких-то, знаете, зашкаливающих ноток. То есть все ровненько, на своем месте. Видно, что они умеют делать пепперони, просто либо торопились, поэтому не доложили. Либо еще что-то, но не хватило, к сожалению, здесь до двух даже баллов. Поэтому за вид один, за вкус все-таки двоечку. А вот и оценки самой долгой доставки за сегодня. За температуру получает один балл только 4 сыра, и то, потому что эта коробка ехала в середине, а пепперони и маргарита, соответственно, сверху и снизу. На вид и вкус было все более-менее нормально, поэтому средняя оценка за пиццу 4,14. Плюсуем сюда единственный балл за бесплатную доставку и получаем 5,14 балла. По итогам первого выпуска моего нового проекта, на первом месте Доминос, на втором Папа Джонс, на третьем Додо. Но во втором выпуске лидер может запросто сместиться. Пишите в комментариях, какие пиццы мне проверили в следующий раз, и ставьте лайк, если вам нравится этот проект. Надеюсь, я вас не загрузил, хоть выпуск был очень долгим, но, на мой взгляд, полезным, и вам он понравился. Вы лучше всех, Макс Брандт, приятного аппетита, пока!